6 мая 2005 года прошел матч квалификационного раунда чемпионата мира в Австрии между сборными России и Швейцарии. Российская команда на групповой стадии турнира одержала две победы над Австрией 4-2 и Белоруссией 2-0, а также сыграла в ничью со Словаками 3-3. Швейцарцы в группе также одержали две победы над Казахстаном 2-1 и Германией 5-1, но при этом уступив Чехам 1-3. Чемпионат мира в Австрии был примечательным тем, что все сборные привезли почти свои сильнейшие составы, так как в тот сезон 2004-2005 годов в НХЛ был локаут и многие звезды тех лет выступали в европейских чемпионатах. Так, в составе сборной России были звезды НХЛ тех лет Алексей Ковалев, Павел Датсук, Илья Ковальчук, а также совсем юные Александр Овечкин и Евгений Малкин, которые к тому моменту еще не сыграли ни одного матча в лучшей лиге мира. У швейцарцев была неплохая вратарская бригада в лице основного голкипера Колорадо Давида Эбишера и Мартина Гербера из Анахайма. В составе также была легенда швейцарского хоккея, капитан той сборной Марк Штрайк. Тоже сделать маленький исторический экскурс. Еще лет 18 назад сборная Советского Союза, потом и Россия выигрывала с двузначным счетом у швейцарцев. Но прошло время и эти победы стали даваться все с большим и большим трудом. И если говорить о сборной России, то ее баланс встреч со швейцарцами 4 победы, 2 поражения и 1 ничья. И как правило все матчи со сборной Швейцарии проходят в очень тяжелой и упорной борьбе. Ну в какой-то степени, может быть Борис со мной не согласится, но чуть-чуть маленькое хотя бы преимущество наша команда получила за счет лишнего дня отдыха. Поскольку накануне, сутки назад, швейцарцам пришлось провести тяжелейший матч с немцами. Но они его выиграли и может быть на этом эмоциональном подъеме сегодня дадут бой сборной России. Ну почему? С этим тезисом можно согласиться. Это абсолютно нормально. Наша команда все-таки отдыхала двое суток. И естественно сумела лучше подготовиться. Теоретически лучше. А действительно ли эта подготовка лучшая выльется в какой-то результат у нас на поле, мы с вами можем судить после окончания этой встречи. Если говорить об истории встреч, то первое поражение швейцарцы нам нанесли на чемпионате мира 98-го года. Кстати говоря, у себя на родине со счетом 4-2 и преградили нам дорогу в полуфинал. Они тогда добились наилучшего результата за свою историю, став четвертыми. Дотянуться до медали им не удалось, но вот четвертыми они все-таки стали. Ну и еще один раз мы проиграли им со счетом 2-3. Опять же в том памятном Санкт-Петербурге. Надо представить, наверное, кто стоит в воротах у противника. Давид Эбишер сегодня защищает ворота швейцарцев. Гол. Как же так получилось? Шайба была прижата, а судья свистка не дал. И уже по-моему... Шайба от Звягина вскочила. Давайте посмотрим. И надобиванием сыграл игрок, который наносил, собственно, бросок. Мы пропустили в очередной раз, играя в меньшинстве. Ох, как легко Рязанцева обыгрывает соперник. Не видит шайбу. Добил Фишер. Да. Не видит шайбы Звягин. Она лежит перед ним. И в результате на второй уже минуте 0-1 мы проигрываем. Сопернику удалось. Резина. Численное преимущество. Добивал Безина. Защитник. Первое звено у нас на площадке. Ковалев, Дацук. Харитонов, Ковалев. 1-1. Дацук. Великолепная комбинация. Но недолго времени нам потребовалось на то, чтобы отыграться. Давайте простим нашу сборную за эту пропущенную шайбу. Хотя бы потому, что мы играли все-таки в меньшинстве. И кто бы там не ошибся, соперник имел преимущество в одного игрока. Итак, Дацук 1-1. Дацук. Ковальчук. Хорошо, великолепно. Ну что, забросит? Нет. Не удалось. Удаление будет у швейцарцев. Ну, кстати говоря, во вчерашнем матче Швейцария-Германия. У швейцарцев было очень много удалений. Безина удален на 2 минуты. Пятером против троих. Афиногенов сам атаковал с острого угла. Наверное, не стоит этого делать. Есть партнеры, которые свободны. Их два. И с ними надо сыграть. На пятачке у нас Ковальчук и Афиногенов. Бросок к воротам. Еще один бросок. И 2-1. Это Ковальчук. Вы знаете, по первым минутам у меня создается впечатление такое великолепного настроя на сегодняшний матч. Великолепного. Уверенности и легкости в движениях. Это то, чего не было раньше. Не знаю, может быть я ошибаюсь. Это шестая минута только первого периода. Но первое впечатление вот такое. Запишем. Ковальчук 2-1. Зиновьев. Против него Блиндербахер был. Афиногенов. Хороший бросок по воротам. Это Зиновьев открывался на ближнем пятачке. Контратака. Штанга. Нет, нет, ну что же. Вот сейчас, да. 2-2. Ну как так пропустили контратаку вдвоем против одного? Увлеклись атакой. Казалось, что все легко подается. И вот как раз выучка подопечных Крюгера. И промахнулся по шайбе сейчас Прошкин. Самое-то главное разъехали из два защитника Прошкин и Рязанцев. Когда отскок от штанга, видите, промахнулся Прошкин, к сожалению. Да, Прошкин промахнулся по шайбе. 2-2. Видимо, сильно хотел бросить, отбросить. Виктор Козлов. Бросок в порог. Ну легко, Абишер легко ловит эту шайбу. Вы знаете, некоторые швейцарские журналисты вызывают, удивлялись, почему в составе сборной начал играть Гербер здесь на чемпионате мира. Многие считают, что Абишер сильнее. И многие игры во внутреннем чемпионате в Швейцарии провел очень-очень хорошо. Он выступал за Лугана. А Блиндербахер. Нет, судья не останавливает игру. Хотя была игра высоко поднятой клюшкой. И надо было бы свиснуть. Но шайба попала к швейцарцам. Поэтому судья из Соединенных Штатов решил не останавливать игру. Штрайт. Думал сыграть с Блиндербахером. Нет. А вот теперь они поменялись местами. Штрайт забил. Штрайт самый результативный. Четыре ассистентских передачи было у Штрайта. Всего передач забивали. А сейчас он бросил. И без всяких помех шайба, к сожалению, влетает в ворота. Звягина. И сборная России. У нас один игрок выйдет. Это Яшин будет. А Семин так и останется сидеть на скамейке штрафников. И 53 секунды мы еще играем в меньшинстве. Несильный бросок от синей линии. Правда, перед Звягином был соперник. Точно перед ним стоял и закрывал нашему вратарю видимость. Вот, обратили внимание, 32-й номер Рутерман. Зегер. Выйдет шайба из зоны. Нет, не вышло еще. Клюшки нет у нашего нападающего. Молодец. Великолепно было сыграно Козловым. Ну вот, осталось только попасть по воротам. Еще одно удаление у швейцарской сборной. Локлер будет удален. Три секунды остается. Нет. Гол. Нет, с внешней стороны попала шайба. С внешней стороны шайба попадает. Лошадкевич сумел ее оставить. Две минуты это звено не выпускает соперникам. Девять секунд осталось. Эбишер. Драчком. Наполем. Ну, Бизина здоровый парень такой. Ну. Выброшены шайбы из зоны. Все в полном составе. Ну. Повезло. Повезло швейцарцам сейчас. Ну, кому мы пасту отдаем? Калинин. Такая вязкая оборона. Это проблема для нас. Да и любой команды, которая бы сегодня играла. Бросок к воротам нет мимо. Гол. Наконец-то. Добили. Слава Богу. Наконец-то. Хоть чуть-чуть. Это Харитонов, по-моему. Конечно, при нашем преимуществе, все-таки явном преимуществе территориальном, мы добились успеха. Ковалев. 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 Нет, это Ковалев. 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 Бросок к воротам. Пришлось поработать. А Бешерун, он справился с броском. Довольно сильный бросок был у Рязанцева. Но, правда, у него состав меняется. Ох, опасный выход к нашим воротам. Бросок мимо. Вне игры было. И наши наказывают сейчас Дипьетра за то, что он бросал после свистка. Вратарь не был готов. Выпрямился и даже не ловил. И не пытался отбить эту шею Бузвягин. И контратаком на наши ворота. Вдвоем против одного. Но молодец. Виксер бросал. Молодец. Карповцев успел подстроиться под шайбу. Ну, что значит подстроиться? Лег практически под шайбу. Бросок к воротам. Но где шайба? У Эвишера. Умело создавали острые ситуации у ворот соперника. Я понимаю, когда они создаются, не забили одну шайбу, вторую. Но с третьего раза можем и забить. Афиногенов. Нет. Какая обеда, да? Все сделал правильно. Великолепно. Просто великолепно. Шайба за собой. Вратарь сместился. Но не повезло. Но на повторе сейчас посмотрим, куда шайба попала. В ногу. В ногу все-таки. Оставил там щиток Абишер. И чуть подбросил бы повыше Афиногенов. Хорошая передача на Семина. Ну, вот. Ну, почему же не пошел Семин дальше-то? Нет уверенности, мне кажется, еще пока у него. Хорошо переправляли наши шайбы в ворота, но не переправили. Да, там ногами пытались даже. Коленин не дает выйти шайбе. Не от шайбы вышло все-таки из нашей зоны. И вдвоем против одного. Контратакам. Плюс. Отдал. Как повезло. Какое счастье. Да, повезло. Две секунды. Все, не удалось нам реализовать численное преимущество. Шайба вышла из игры. Ровно минуту до окончания встречи. Да, мы имели преимущество во втором, в третьем периоде. Явное причем преимущество. Не могу сказать, что создали много. Моментов. Да, в третьем периоде был момент у Афиногенова. Помните, он убегал, обыграл защитника, но не смог перебросить щиток вратаря. Было достаточно много дальних бросков. Они были сильными. Чуть-чуть неприцельными. Не успевал на них реагировать Абишер в ворота швейцарцев. Но все они прошли, на его счастье, мимо ворот. И восторжествовала оборона швейцарской сборной. Ну, Звягин тоже спас нас. Такой был момент. Затюк. Опять было очень жестко. Не удалось Таритонову переиграть вратаря. Не удалось. Ну вот повезло хотя бы раз. Хоть бы один дальний бросок достиг цели. Нет, этого, к сожалению, сегодня не произошло. Ну, можем говорить о том, что неважно, играем в большинстве и неважно, играем в меньшинстве. Вот. Зрители довольны, что игра закончилась в ничью. Швейцарцы довольны очень. Ну, команда очень неприятная. И очень неприятная. Наверное, они довольны, что сегодня заработали очко. Ну, а мне приятно, что нам с ними больше в квалификационном раунде играть не придется. Очень тяжелая команда. И я думаю, что с ними, с ними, со швейцарцами не будет легко никому. Спасибо.